Здравствуйте! Вселенная изобильна. И уж поверьте, для каждого из нас хватит ресурсов. Нужно просто пожелать стать счастливым человеком, богатым, здоровым и осознанным. А главное — найти в жизни наставника своего, учителя, за которым ты следуешь, которому ты веришь. Ее книги, тираж которой превышает более 20 миллионов экземпляров, ее тренинги, семинары, меняют кардинально жизнь людей. И я тому пример. Она поистине проводник в мир добра, счастья и богатства. Поверьте мне ей. И я хочу ее представить гордой. Почему я такой гордый сегодня? Потому что это впервые Наталья в свой день рождения дает нам, мне, большое, грандиозное интервью. И уж оставайтесь с нами. Поверьте, через полчаса ваша жизнь изменится. Встречайте, мастер фэн-шуй, коучер, тета-хилинг практик, автор бестселлеров, писатель, исполнительница мантр. И потрясающая женщина Наталья Правдина. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуй, Виктор. Наташенька, спасибо. Я хочу тебя поздравить с днем рождения. Спасибо. Пожелать тебе. Все только начинается. Вот по всем пунктам. Здоровья, счастья, денег, людей, фанатов. А главное, отдачу. Чтобы ты получала вот эту отдачу, которую ты отдаешь нам всем. И позволь от меня и нашей команды тебя поздравить. Ой, как это мило. Спасибо огромное. Благодарю. С днем рождения. Очень приятные цветочки. Ты знаешь, как я люблю цветы, как я люблю все красивое, как истинный телец. Всем телецам, кто нас смотрит, тоже привет. Наша первая встреча состоялась здесь. И я задал тебе вопрос. Тогда самый первый. Как все получается? Вот как у тебя все получается? И 10 лет спустя я задаю тебе этот же вопрос. Любопытно, что я, естественно, уже не помню, что я отвечала 10 лет назад. А получается, ты имеешь в виду в настоящем времени. Несколько факторов. Первый фактор – это четкое планирование. Без четкого планирования, без четкого понимания того, куда ты стремишься, куда ты идешь, результат будет очень расплывчатый. Поэтому нельзя говорить, я хочу быть богатым, или я хочу, чтобы у меня было много денег. Тебе нужно обязательно говорить, мне нужна такая-то квартира, мне нужна такая-то машина, и мне нужны на это деньги. То есть столько-то, такая-то сумма. Цель должна быть четко прописана. Это первое. Второе – правильный настрой. Правильный настрой – это не говорить, ой, это слишком круто, это недостижимо. Помните, мои дорогие друзья, если вы хотите, вы обязательно этого достигнете рано или поздно. И не надо говорить, что вот я вот хотел, а вот уже год прошел, я не получил. Получите в самое лучшее время и самым лучшим образом. Самое главное – быть внутри абсолютно спокойным. И третье – каждый день делать какой-то маленький шаг к исполнению своей цели и к решению своей задачи. И тогда всё получится. Ты знаешь, в твоих словах я вот одно слово себе такое вот написал. Дисциплина. Да, дисциплина. Я всегда говорю, успешный человек – это тот, который всё успевает. А всё успевает когда? Когда у него есть чёткая дисциплина, то есть вот этот внутренний стержень, о котором мы говорим. Тогда да. Наташ, позитивное мышление. Ты об этом заговорила лет 20, а может, и больше в России. Уже 24 года назад. Сейчас, конечно, как не открываешь соцсети, все твердят, все говорят, что это я, что это я, но все знают, кто это. Давай вот немножечко поговорим про позитивное мышление. Вот как ты это видишь сейчас? Давай я расскажу о своём опыте. Хорошо? Вот мне кажется, так будет проще. Действительно, я считаю, что мы живём в очень счастливое время, потому что есть такой невероятный поток информации, в том числе благодаря интернету, конечно, благодаря всем каналам, всем площадкам. Действительно, куда ничто не откроешь, тебе говорят и о позитивном мышлении, и о влиянии, и о аффирмациях, и о важности составления карты желаний и так далее. Но я хочу рассказать о том, как это повлияло на меня, например. Потому что, когда я вспоминаю ранее, когда я этого всё ещё не знала и ещё не занималась этим, действительно была тревожность. Кстати, мне недавно был анонимный опрос в моих соцсетях, и самая большая проблема у людей, знаешь, какая? Именно состояние тревожности. Время такое, скорее всего, ещё. Да, именно состояние тревожности, неуверенность в завтрашнем дне, неуверенность в себе. Вот у меня такое состояние было 25 лет назад. И благодаря позитивному мышлению, конечно, это для меня апологет, пионер, это была и Луиза Хэй, это было очень много тогда авторов, тех именно, которые являются основоположниками. И Джон Кеха, и так далее. Трейси, я тебя узнал. Брайан Трейси. Да, Брайан Трейси, конечно. Сейчас уже это всё как бы пересказано, да, пересказано многими-многими людьми, но факт остаётся фактом, что счастье — это наше внутреннее состояние. Оно не зависит даже в большинстве случаев от внешних факторов. Поэтому здесь очень важно выбрать для себя всё. Я меняю образ мыслей, и меняется моя жизнь. Вот это нужно понять. Что такое позитивное мышление? Это то, что человек берёт на себя ответственность за своё мышление. Человек берёт на себя ответственность за своё поведение, за свои деньги, за своё здоровье. Он никого не упрекает, как мы часто слышим, ой, я не в той стране родился, не те родители, не то образование. Ребят, вот всё это от нас зависит. Всё зависит от нас. Всё находится в нас. Поэтому берём на себя ответственность и идём вперёд. Сегодня в твоё день рождения, конечно, хочу говорить о тебе. Столько вопросов. Ой, с чего бы начать, с чего начать. Но, друзья, имейте в виду, у меня на столе лежат пять конвертов. Пять счастливчиков, которые поздравят Наталью Правдину в комментарии к этому видео, получат красный конверт с автографом Натальи Правдиной и с маленьким сюрпризом. Добавляйтесь, ставьте лайки к этому видео и пишите свои вопросы и, конечно же, поздравления нашей феи в Сея Руси. Имейте в виду. Я передаю Наташенька тебе эти конверты. Мы отправим эти конверты по адресу, не волнуйтесь. Ну, а мы продолжаем. Наташа, что тебя вообще вдохновляет? И вообще этот процесс когда-то может прекращаться в жизни? Я так отвечу немножко со стороны. Совсем недавно я разговаривала с одним коллегой, можно сказать, который говорит, я хочу написать книгу, но у меня нет вдохновения. На что я сразу ответила, а ты его и не дождёшься. Нет такого момента, что вот пришло вдохновение, я сажусь писать книгу. Нет, сначала ты садишься писать книгу или всё, что тебе нужно написать, неважно, книгу, эссе, какой-то текст выступления, медитацию. А вдохновение – это та тонкая структура, которая приходит уже позже. Не тогда, когда, как писал Ильфа Петров, на меня накатил потный вал вдохновения. Нет-нет-нет, друзья. Вдохновение, так же, как и аппетит, приходит во время еды, вдохновение приходит во время работы. Поэтому вдохновение, я вдохновляюсь тем, что я могу передать людям как можно больше информации, очень интересной, важной, ценной. И поэтому я вижу те безграничные возможности, которые сейчас представляет нам интернет. и я ими пользуюсь, этими возможностями. И вот это, пожалуй, меня вдохновляет. А уже в процессе работы приходит вот эта вот муза садиться на плечо. А как Наталья Правдина выстраивает свои цели? Опять-таки, как нас... И как и начинается её утро и вот целый день. Программа о тебе сегодня. Супер. Опять-таки, как нас учил великий и прекрасный Брайан Трейси, я выставляю свои цели всегда по степени значимости для меня. То есть я очень много людям об этом рассказываю, что если ты хочешь, чтобы исполнилось своё желание, возьми прежде всего первый акт творения, ты записываешь. Это очень важно. Это прям обязательно. Это прям обязательно. Причём записать нужно не в компьютере, а именно ручкой на бумаге. А какое-то есть магическое время? Когда? Нет, нет. В любое время. Как я говорю, любое время для нас магическое, лишь бы что-то ты начинал делать. Да. Дальше. Пока просто сиди, пиши свои желания, свои мысли, пусть будет поток сознания. Затем ты их анализируешь и ставишь, ну, как Брайан Трейси говорит, буковку А, Б, С. То есть, ну, можно цифру один, два, три, четыре. По степени значимости для тебя. Побираешь какую-то основную значимую цель. Это цель первая, цель вторая, цель третья и так далее, да? То есть, я всегда считаю, что когда человек говорит, а у меня и так всё хорошо, хотя таких очень мало, но такие тоже встречаются. Люди, я говорю, если у тебя и так всё хорошо, начни со своего здоровья. Потому что здоровье – это наш самый главный ресурс, который нужно уметь восполнять, беречь, да, и укреплять. Поэтому, если у тебя так всё хорошо, начни со здоровья. А если всё плохо, тоже начни со здоровья, потому что без здоровья ничего не получится. Ну, то есть получится, но уже будет сложнее. И отвечаю на второй вопрос по поводу дня. Поскольку я уже много лет очень дисциплинированно всё выстраиваю в своей голове, я знаю, у меня есть тетрадь «100 дней», где все записаны мои желания и цели, да? А может, поподробнее? Я знаю, вот я слышу. Хорошо, чуть позже тогда. Тетрадь «100 дней», да. Крутая тема. Это очень крутая тема, я её обожаю. Поэтому я уже знаю фактически, что мне нужно делать, когда я просыпаюсь. И я действую в соответствии со своими целями и с их важностью, с приоритетностью своих целей. И ещё тот же самый Брайан Трейси, между прочим, который я считаю своим, ну, может быть, немножко нахально, я считаю его своим таким братом, потому что мы реально вот очень мыслим в одну сторону. Так вот, он говорит, что самый главный момент финансового успеха это первые 19 минут своего рабочего времени посвящать исключительно финансовым задачам, которые тебе приносят деньги. То есть не отвечать на электронную почту, не отвечать на какие-то, может быть, смс, да, не отвечать на какие-то смс, там, ой, ой, кто-то написал, да, 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 я отвечу. А чётко ты знаешь, какое у тебя приоритетное дело сегодня, которое тебе приносит деньги и принесёт тебе в будущем. Это самое главное правило, я придерживаюсь его уже много-много лет. И также хочу сказать, что вот ещё год тому назад я проводила, у меня был очень крупный проект, проект наставничества Натальи Правдиной, и у меня была лекция, в том числе я проводила лекцию для своих учеников, которая их на самом деле потрясла. Почему? Потому что я им показала реальный график работы мозга, как вот, например, мозг погружен в какую-то задачу. Ты что-то вот сидишь, работаешь на компьютере, там, не знаю, думаешь, пишешь, неважно, ты что-то делаешь. В этот момент тебе входящий звонок или смс-ка, или ещё что-то. Что мы все делаем? Мы отвлекаемся. Мы отвлекаемся и отдаём свою энергию другому человеку. А что получается? У мозга резко идёт снижение активности, резко. То есть, когда мы переключаемся на другую задачу, и получается, что для того, чтобы нам вернуться к нашей работе, нам нужно больше усилий, и этот разгон, он требует больше энергии, опять-таки, наш мозг, наша нервная система больше устают. Поэтому, когда, вот мой совет такой всем нашим слушателям, когда я, вот, например, сижу, занимаюсь важным делом, которое первые 19 минут моего рабочего времени, я знаю, что оно принесёт мне деньги, я не знаю, что это, но в любом случае я это делаю, и у меня миллион звонков, и я не обращаю внимания, говорю, я вернусь к этому позже. Потому что твоя фраза, я знаю, что это дело принесёт мне деньги. Гениально. Да, да. Это гениально, Наташа. И только потом я отвечаю на смс-ки, на ватсапы, на электронную почту и так далее. Я первым делом всегда выбираю приоритетное дело, которое приносит деньги. Всё остальное уже по ходу. Да, вот мне что нравится, когда я захожу на твой сайт, у тебя постоянно новые программы, новые ноу-хау, и я хочу задать вопросы, чтобы ты вот рассказала подробно мне про наставничество, что это, как это проходит. Но перед этим маленький вопрос. Как подружиться со Вселенной, чтобы стать успешным человеком? Вот два вопроса у меня, Наташа. Так, наставничество и как подружиться со Вселенной? Чтобы стать успешным человеком. Совершенно разброс очень велик. Разброс. Настолько интересно. И у меня есть свои вопросы, а я хочу ещё задать вопросы, которые я слышу, ответы. Прямо рождаются, да. Спасибо огромное. Вы знаете, я начну с наставничества в двух словах скажу. Дело в том, что я очень счастливый человек, потому что у меня были потрясающие наставники. Ну, если речь идёт про мой любимый фэн-шуй, то мне посчастливилось учиться действительно у мировых звёзд. Эти звёзды, они светят не всегда и не всем, что называется, да. И я очень, я благодарна судьбе за то, что меня судьба свела именно с такими мастерами. Это мастер Линь Юни, это гранд-мастер Япчин Хай, это гранд-мастер Лилиан Ту. Всех остальных я тоже знаю, даже, можно сказать, лично. Ну, вот обучалась, да. И Реймонд Ло, у которого я также обучалась, Бадзе. Так вот, я могу сказать следующее. Иногда, иногда, а в случае, может быть, с мастером Япчин Хай, я знала уже 85% или 90% той информации, которую он нам преподавал. Я это уже знала, поскольку я была подготовленным учеником. Но энергия учителя, вот то, о чём ты говорил в начале, энергия мастера, она бесценна. Ты можешь прочитать все подкасты, всё это прослушать в интернете, и ты где был, там и останешься. Но когда ты встречаешься с учителем, когда ты встречаешься с мастером, происходит чудо. Происходит вот эта сцепка, вот это слияние. Он тебя реально благословляет, он даёт тебе совершенно другую энергетику, совершенно другое понимание. То же самое у меня было с Лилиан Ту. Абсолютно то же самое. В случае с Лилиан Ту я вообще всё узнала, уже когда я приезжала к ней. Потому что до этого я закончила уже академию фуншуй. Но я знала, за что я плачу. И я плачу за энергию. Я плачу за энергетику. Уже весь фуншуй у меня был пройден, я уже всё это знала, все эти формулы, слава Богу, как говорится. Но могу сказать, что вот какое-то слово, какая-то фраза, какая-то мудрость, сказанная твоим учителем, как вот ты сейчас сказал, да, вот это гениально. Я первые 19 минут делаю только то, что приносит мне деньги. Вот. И я это запоминаю на десятилетие. И я передаю это уже своим ученикам. То есть, иначе говоря, наставничество это не столько про информацию, сколько про энергию. Про энергию. Ты персонально занимаешься человеком. Я передаю, да, я передаю своим ученикам, своим слушателям. Они все абсолютно разные, у каждого свои запросы и так далее. Но каждый, я надеюсь, находит вот эту изюминку, которая ему была нужна, или ей. К Наталье Правдиной можно прийти с любым вопросом. И что людей приводит к тебе? Виктор, могу сказать, что я слышу столько и такое, что я думаю, что, может быть, даже психотерапевты не все слышат такие откровения, такие истории, которые слышу я. Мне рассказывают всё. Абсолютно. И я очень благодарна, я очень счастлива, потому что я понимаю, что за этим стоит огромное доверие. За этим стоит огромное доверие. И, знаете, вот пожелание человека поделиться сокровенным. Ну, я стараюсь, естественно, помочь как могу. Я думаю, в твой день рождения будет приятно услышать каждому человеку, кто сейчас смотрит на тебя, пишет комментарии, поздравительные речи. Но я задам тебе вот какой вопрос. Кто твоя аудитория? Кто эти люди? Знаешь, как бесконечна Вселенная со звёздами, как бесконечен песок в океане, так и бесконечен разброс людей, которые приходят ко мне. И это действительно так. Мне часто задают такой вопрос, вот кто ваша аудитория. Ну, конечно, в основном женщины. В основном женщины. Хотя мужчины тоже есть, они просто предпочитают... Они дома переписывают, мне кажется. Да, они предпочитают особо не... То, что жёны написали после встречи с Натальей. Я просто знаю даже семьи, где мужья посылают жён ко мне для того, чтобы жёны взяли информацию, которая помогает уже потом мужьям. так если вот с гендерной точки зрения. Да, конечно, это большинство женщин, но с точки зрения вот именно социального среза здесь вообще безграничный просто вот разброс от студентов до профессоров. И ты прекрасно знаешь, в нашем канале с тобой профессор есть, да? Да. От студентов до профессоров. Два. Да, даже два профессора у нас. Вот, да, у нас даже два профессора в моём личном телеграм-канале. Дальше. Не знаю, есть ли у меня домохозяйки. По-моему, у меня всё-таки все работают. Домохозяек я... Ну, хотя тоже бывает, да. Бывают, конечно, домохозяйки. Но, как правило, это люди, которые стремятся расширить свои горизонты, стремятся достичь большего. И я всегда людей мотивирую. Потому что, вы знаете, даже человеку, если... Самое главное, мои хорошие, вот всем хочу сказать, не обращайте внимания на свой возраст. Это только цифры. Нам просто в голову внедрили, что начиная там с 50 лет, там с 45, всё, это уже увядание, это угасание, ты никому не нужен, ничего не можешь сделать. Ничего подобного. Могу вам сказать, что среди моих студентов, слушателей, есть люди, которые старше 55-60 стали зарабатывать очень серьёзные деньги. И дело здесь вообще не в возрасте, а только в том, что ты себе разрешаешь или нет. И берёшь ли ты на себя ответственность, как я сказала выше? Знаю, что ты никогда не останавливаешься. И беру, честно говоря, пример с тебя. Ты постоянно учишься. Я знаю, что у тебя скоро вот должен состояться ретрит. Да. Давай мы пригласим туда, вот, коли он на нас сейчас смотрит, на тебя, конечно, и все всегда спрашивают, а, Наталья, когда у вас будут семинары, когда живые семинары? И, кстати, про... ты сказала сейчас, что в основном женщины присутствуют. Welcome, мужчины, welcome. Но в этом году на ВАЗе богатства, кстати, было достаточно мужчин. И, что самое главное, пацаны были, молодые ребята. Молодые ребята, действительно, да. Причём во многих городах. Да, да, так что, вот. Давай мы расскажем, вот у тебя будет ретрит сейчас, вот, где он будет, что туда будет, куда обращаться, кому звонить, писать, жаловаться, проситься. Нет, жаловаться, слава богу, у нас никто не жалуется за уже, сколько сейчас я провожу именно ретриты. что не успели. А, что не успели, да. Я ретриты провожу с 2008 года в Турции. У тебя на вене. Сколько это лет? Ну, да, сейчас мы решили сделать такой камерный, очень камерный такой ретрит. Друзья, это то, наверное, святая святых, ради чего люди приезжают, потому что они приезжают за энергией. Они приезжают за энергией, за состоянием и за вот этими ценными невероятными упражнениями, которые я даю, это кундалини-йога, йога-процветание. И мы занимаемся тем, что мы действительно занимаемся йогой процветания по йоге-патчину. Прокачка, да? Мы прокачка, да, 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 да. Это, во-первых. Во-вторых, на этот раз я хочу дать моим дорогим слушателям ещё такой вот, я всегда что-то новое, ты правильно сказал, да, люблю, и в этот раз я хочу дать эстетахилинга, очень много практик, удаление каких-то программ очень глубинных, манифестация, изобилие, что мне кажется очень важно. И также под этой хилингу новая тема у нас это твой внутренний круг. То есть кого ты допускаешь в свой внутренний круг, кого ты не допускаешь, и как от этого может меняться твоя жизнь. Это очень интересная тема. Мне кажется, нам надо вообще отдельный эфир сделать про твоё не общение, а про твоё окружение. Про окружение. Потому что ты мне когда-то сказала такую фразу, если тебя с тобой дружат три миллионера, ты им станешь. Совершенно верно. Совершенно верно. Так и есть. Да. Сейчас об этом говорят, по-моему, на каждом углу. Да. Да, уже. В своё время это был один из таких апологетов. То, о чём я рассказывала на семинарах. Сейчас я уже об этом даже не рассказываю, потому что уже все это всё собрали, и все на каждом углу об этом говорят. Это так и есть. Мы поняли, что, конечно, ретрит в Турции. Друзья, на официальном сайте Натальи Правдиной есть вся информация. Конечно, в каждом интервью, где ты участвуешь, люди ждут, конечно, информацию про фэн-шуй. Я не могу, конечно, не поднять эту тему, потому что ты гранд-мастер фэн-шуй России. Знаешь, как тебя фанаты называют? Нет, не знаю. Фея всей Руси. А, фея всей Руси я слышала, да. Вот я тебя так вскрыл, в некоторую информацию. Так вот, Наташа, смотри, у нас, я так понимаю, сопротив проходит, да, дракон напротив собака, вот как, давай про фэн-шуй, вот апрель у нас прошел, наш любимый с тобой май, вот немножечко, как, лакчок, там, чтобы все хорошо было, солнце светило, там напитки были, хорошие друзья, вечеринки, и все такое. И день, чтобы было. Ну, в каждом интервью все ждут совет от Натальи Правдиной по фэн-шуй. Ну, поскольку день рожденный эфир, хочется немножко так, может быть, похулиганить, ну, наверное, не получится, потому что, потому что все-таки опыт грандиозный за плечами. Но, знаете, что хочу сказать? Только на фэн-шуй я бы все-таки не делала акцент. Почему? Вот как раз нашу недавнюю историю, которую ты хорошо знаешь, если у человека большие проблемы психологические, если у человека реально у человека не в ладах с самим собой, ему никакой фэн-шуй не поможет. Почему? Мне кажется, энергия только его еще больше. Да, почему? Потому что фэн-шуй это всего лишь вообще это одна треть. Одна треть. И если человек сам по себе злой, невежественный, завистливый, агрессивный, и при этом он говорит так, вот вынь да положь мне вот здесь фэн-шуй, чтобы у меня все тут было и встал на свои места, ничего не выйдет. Ничего не выйдет, потому что фэн-шуй он всегда о гармонии, фэн-шуй всегда о балансе, о том, чтобы все три вида удачи совпадали. То есть фэн-шуй это то, что нас окружает, дома и наружу, снаружи нашего дома. Второй вид удачи это твоя человеческая удача, как раз то, о чем я сказала, если человек агрессивный, злобный, завистливый и нечестный, то у него не может быть хорошего фэн-шуй по определению. И третий момент это небесная удача, то есть то, с чем человек рождается. Ведь согласитесь, есть люди, которым реально с детства повезло. с детства повезло, они там уже рождаются в особняках, они уже рождаются в богатых семьях, и им все было изначально предоставлено. Это мы с тобой все своими ручками трудимся. Кстати, еще хочу обратить внимание, я все равно слушаю какие-то гороскопы, какие-то прогнозы, у меня все время играет радио дома, и вот ты знаешь, когда идет гороскоп, я же телец, я сразу слушаю, что там тельцам. Тельцам всегда работать. Зарабатывать, золотой телец. Да, всегда тельцам чем больше работаешь, тем больше заработаешь, или там и будьте более настойчивы, вот всегда телецам проработаю. Я не знаю, кому-то может быть про что-то другое, телецам всегда проработаю. Поэтому об этом я и говорю, что не надо думать, что фэн-шуй это такая абсолютная панацея, но он очень сильно влияет, конечно же. Можно я задам тебе вопрос, я уверен, никто тебе его не В мой день рождения тебе можно все. Как девочке молодой прийти на свидание учитывая все каноны правил фэн-шуй? Был такой вопрос? Мне интересно. Нас же смотрят молодые девчонки. Я думаю, что что-то подобное было. Красный телефон, либо красную юбку. Что-то подобное было. Ну, самый первый совет. Прошло, но хорошо, свидание. Первый совет девочке, ну и не только надеюсь, что девочки и девушки женщины. Первый, самый главный совет, только не в субботу. Так. Да, только не в субботу. Субботний день категорически не подходит для свиданий, хотя была такая песенка, суббота есть суббота, и никаких забот, нет, забудьте, суббота день Сатурна, никаких свиданий. Свидание только в пятницу или воскресенье. Это день Венеры. Я понял. День Венеры, но это правда не фэн-шуй, но тем не менее, ну, всё равно это близко. Воскресенье это день Солнца, поэтому лучше всего в пятницу это и день Лакшми, это и день Венеры, это первое. Второе, насчёт красного белья, а почему бы и нет? А почему бы и нет? конечно, конечно. Сейчас всё просто, кстати, молодёжно. Сейчас всё очень просто. Цвет красный, он всё активирует, всё активизирует, поэтому красное бельё однозначно активирует сексуальную притягательность. Так что, девочки, красное бельё это всегда, это наше всё. Дальше, дальше, очень хорошо, конечно же, собираясь на свидание, смотреть на себя в зеркало, прихорашиваться в своём благоприятном направлении. О благоприятных направлениях вы можете, ну, теперь сейчас есть у нас интернет, вбейте своё число ГУА, свою дату рождения, ваше благоприятное направление всегда вы узнаете, тем более, что есть специальное направление романтической удачи. Романтической, то есть можно как раз перед свиданием. Наука целая. Ну, конечно, наука. Там свидание прошло, наверное, мы всё собираемся так, извиняюсь, я переверну. конечно. То есть приводите себя в порядок, глядя в своём благоприятном направлении. Дальше. Не используйте в одежде каких-то черепов и прочих аксессуаров смерти, потому что вы таким образом, ну, сейчас это очень популярно, просто у молодёй, я племянница, естественно, о чём я говорю, так вот, потому что это вносит неправильную энергию в свидание. Не по теме. Не по теме. Уж лучше пусть будет какой-то розовый там кролик, не знаю, да, с собой какой-то, чем вот какие-то черепушки и прочее. Дальше ещё на что хотел обратить внимание, ну, если прям совсем, что называется, заморочиться, вот чтобы прошло прям... Чтобы прошло, да, то посмотрите опять-таки в книгу Натали Правдиной календарь фэн-шуй и там написано все дни, какие есть благоприятные, какие неблагоприятные, то есть просто не назначать свидание, а это важно. Ты прекрасно знаешь, как я выбираю всегда дни, к этому отношусь, в день своего личного пробоя ни в коем случае. Если вы выберете день своего свидания в день своего личного пробоя, ты, кстати, затронул, эту тему. Вот, например, сейчас у нас год дракона. Год дракона, соответственно, это личный пробой для собак, для тех, кто родился в год собаки. Но помимо года собак есть еще и день дракона, то есть у собаки будет пробой день дракона. Либо, если вы кролик, не назначайте свидание на день петуха. И так далее. То есть надо знать вот эти дни, вот эти свои личные пробои. Мы перечисляем все, что нужно. А дома у себя очень хорошо активизировать, еще можно перед свиданием, юго-западный сектор, потому что юго-западный сектор – это универсальный сектор любви, брака и отношений. Мне кажется, что многие парни теперь будут знать на свиданиях. Да, я знаю, кого ты слышала. Слушала. Спасибо, Наташ, правда, потому что действительно есть правила. Да, и очень хорошо использовать какие-то ароматические натуральные масла, например, масло розы, либо масло жасмин и чуть-чуть вот сюда, потому что это такой природный афродизиак. Хочу еще… Привлекающий противоположный клуб. Когда мы с тобой познакомились на радио, по-моему, в этот же вечер или через неделю… Нет, в этот же вечер. Я уже объявлял тебя в одном из самых шикарных отелей на концерте «Мантра-терапия». Это был у нас не отель, это был центр мировой торговли. Да. Волт. Волт. Это такое, мне кажется, красивое шоу, где ты исполняешь мантры. Это настроение, это настрой, это состояние. Скажи, пожалуйста, а в твоих планах устраивать мантра-терапию есть вообще? Конечно, есть, конечно, есть. Просто так случилось, знаете, дорогие мои друзья, что в жизни все происходит какими-то волнами. вот одна волна вот сюда обошла, другая сюда. Просто на сегодняшний момент я настолько востребована именно в своих выступлениях, в своих семинарах, в своих проектах, что чисто физически мне некогда подготавливать концерт, потому что на это уходит очень много людей. Ты же без продюсеров, без директоров, без... У тебя большая команда, я знаю. Да, но именно музыкальными проектами сейчас у меня никто не занимается, поэтому если кто-то вот нас услышит и захочет, а почему бы нет, устроить концерт Натальи Праздиной, именно мантра-терапию, у меня уже не только мантры... Потому что миллионные просмотры на Ютьюбе мантры в твоём исполнении. Всё верно. Для любви мантра, для денег, для здоровья. Вот. Ну и, конечно же, мы уже затрагивали тему сегодня, Наташа, это дневник желания. Дневник желания и либо тетрадь 100 дней. Либо тетрадь 100 дней, да. Это шикарный способ, друзья, шикарнейший способ по исполнению ваших желаний. Ещё раз говорю, все продвинутые волшебники про этот способ знают. Речь идёт о том, что нужно взять ваш ежедневник, а ежедневник у волшебников есть всегда. Могу сказать, что вообще идеально, чтобы он был красного цвета. Чтобы он был красного цвета. Но мы обычно используем цвет богатства данного года, цвет богатства года дракона, это синий цвет, цвет воды. Поэтому у меня сейчас синий ежедневник. И вы записываете мои 10 целей. Мои 10 целей. И, как я уже сказала, по приоритету их располагаете. Такая-то, 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 такая-то цель. Всё. Вы их записали. Затем вы отсчитываете 100 страниц. О! Ну, 100 дней же. Да, да. 100 страниц. Вы их нумеруете. 1, 2. То есть, 1 листочек. 1. Переворачиваете. 2. То есть, листочек. 100 листочков. На каждом листочке, каждый день вы пишете, что вы сделали для данной цели. Что, какой шаг вы сделали. Допустим, я приводила такой пример ещё в позапрошлом году. Я себе записала «Улучшить свой французский». Парли? Уй. А так? Бен сё. И я в тот же день, буквально, что я нахожу в интернете онлайн школу французского языка, я записываюсь в тот же день. И всё, ты же видел прекрасно, я полтора года и я занималась только французским. Да, конечно. Поэтому нужно делать обязательно практические шаги. И тогда у вас всё получится. Или, ну раз уж у нас тут вот такой откровенный разговор, естественно, у девушек постоянный вопрос это фигура. Да? У меня в моей тетрадке я всё время прописываю тот вес, который мне нужен. А ты говоришь, что у меня аддикция по поводу диет. Так поэтому, что я же себе записала этот вес, мне осталось до него два килограмма всего. А, и начнётся следующая аддикция. Наташенька, сегодня программа, конечно, о тебе. Я очень хочу, чтобы ты рассказала, что такое Даршан-сессия, и хочу всё-таки спросить про твою личную жизнь. я знаю прекрасно твоего мужа, это твоя опора, это как ты с ним познакомилась, даёт ли он тебе ресурсы, сил, потому что вот сегодня программа о тебе. Много задают вопросов, кстати. Ну, конечно, про мужа всем интересно, тем более, что я его никому не показываю. У меня очень молодой, очень красивый муж, ты знаешь, ты с ним знаком, хорошо. Это действительно мой тыл, это действительно моя такая вот опора, фундамент, потому что, знаете, мне кажется, что вот мужчина настоящий, он должен за женщиной так вот стоять спокойно, не там, не бить себя кулаками в грудь, что я вот такой вот мужчина, там, да, я такой крутой и так далее, а вот я просто знаю, что вот он есть, и это потрясающе, то есть это, я всегда знаю, что он всегда за меня, он всегда со мной, он всегда за меня, он всегда, ну, то есть, это человек, который всегда поддерживает. И это прямо с первого взгляда любовь, насколько я знаю. Это с первого взгляда не то слово, да. Это круто, Да, это такая у нас история, у нас очень романтичная история знакомства, но там все подробности я не буду рассказывать, но смысл в том, что когда мы друг на друга посмотрели в первый раз, мы все-все поняли, все-все поняли, но именно встретились мы впервые через, сейчас скажу даже, сколько точно, А, то есть Вселенная так еще... Через 4 месяца. О, как, ну, тут времечко так немало. Да, почти полгода, через 4 месяца. можно было бы подумать, придумать, задуматься. Да. Ты знаешь, я всегда шучу. Да, я тоже. Так вот, поэтому, когда мы с ним встретились, это тоже было очень романтично, это было в Санкт-Петербурге, и при том, что ты знаешь, что он вообще как бы не русский человек, да, тот факт, что он жил в Санкт-Петербурге, это было очень-очень здорово. И да, с тех пор, вот с того самого момента мы с ним вместе, и дай Бог, будем всегда. Ну, это чувствуется, как ты поменялась, вот с того времени, да, мы с тобой сразу подружились. Правда? Приятно слышать. Спасибо. И, конечно, я тебе это говорил где-то год назад, что действительно, я вижу в тебе новую Наталью Правдину, я вижу в тебе новый ресурс. И те счастливые люди, которые имеют честь с тобой общаться, у тебя учиться, следовать твоим советам, знаниям, это на самом деле счастливые люди. Мне нравится, что ты не учишь людей выпячивать всё это на показ, это настолько люди не понимают, как это отнимает энергии. ты учишь людей сохранять то, что тебе ценно. Сберечь. Да, как я говорю, деньги и счастье любят тишину, друзья, поэтому я даже специально говорю, что не надо в инстаграмах и прочих запрещенных соцсетях, да, в прочих соцсетях не надо выкладывать свои фото с любимым человеком, ну, вот там, мы там здесь, мы там, не надо, не надо. Счастье и деньги любят тишину. Вот этому я у тебя научился, потому что, начиная сегодня нашу встречу, всегда, ну, я сказал, что вселенная, она настолько изобильна для каждого, но вселенная всё равно, ты знаешь, она такая, так хорошо вёл себя, перечислить ресурсы и так далее, то есть, какие-то правила, я вот тебе очень, ты меня всегда учишь и нас всех, да, вот как правильно всё это вот складываться. Как дело так, что вселенная побольше отсыпала, да? И любила, нет, ценила, любила, и, конечно, как творить добро, как радоваться за людей, мало кто сейчас вообще об этом задумывается, ты очень добрая, ты очень красивая. Спасибо. Я в твой день рождения желаю, чтобы всё только начиналось, чтобы твоя многомиллионная просто фанатская группа, я не знаю, просто они тебя радовали, чтобы прибавлялись новые ученики, потому что мир, ты делаешь мир добрее. Ну, спасибо. А если нас будет много таких, И мир будет лучше, и мир будет лучше, это точно. Я поздравляю тебя с днём рождения. Спасибо, Виктор. Я тебя очень люблю. Я знаю. Я всегда стою как ворота какие-то сейчас, потому что, действительно, ты гений нашего времени. Спасибо, Виктор. Спасибо, я стараюсь. Так, давай я тебе отвечу на вопрос по поводу Вселенной. Да, и по поводу Даршана, и по поводу Вселенной. Вы знаете, друзья, очень интересная такая тема по поводу Вселенной. Дело в том, что вот то, что ты о чём спросил, как сделать так, чтобы тебя отметили, это вопрос кармы. Конечно, да, потому что чем лучше наша карма, тем лучше наша жизнь. То есть здесь абсолютно чёткая зависимость. А что значит карма? Это вот как раз то и значит, сколько ты сделал добра, да, всё взвешивается. Реально всё вот... Кстати, да. Всё очень просто. На вселенских весах... Пожалуйста, научным языком всё объясняется. Да, на вселенских весах всё взвешивается, потому что всё в мире это энергия. Сколько ты сделал добра, сколько ты сделал зла. К тебе на улице подошёл котик, бездомный лепёсик, ты его пнул ногой или ты его погладил и дал покушать, а может быть даже приютил, а ты не знаешь, что может быть действительно тебя проверяли таким образом. Достоин ты чего-то или не достоин. То есть, вот эти моменты, когда у тебя есть выбор сделать добро, причём не на показ. Почему я всегда говорю, когда вы занимаетесь благотворительностью, это тоже должно быть, это тоже любит тишину. Так же, как счастье, деньги и благотворительность, это тоже любит тишину. Всё это делаем тихо. Тем не менее, мы накапливаем баллы вот в этом небесном банке. В небесном банке. И проценты, которые платит Вселенная, друзья, они поистине очень велики. А то, что ты спрашиваешь по поводу Даршана, я расскажу, что такое Даршан. Даршан — это вообще слово, мне часто спрашивают, что такое Даршан. Мы взяли его из санскрита. Просто достаточно много лет тому назад пришла такая идея ещё у моего бывшего менеджера. Спасибо ему за это, кстати, за вот именно вот эту вот идею, именно Даршана. Это получение некой благодати. Вот Даршан — это получение некой благодати от мастера, от гуру, от учителя. Вот как это переводится. И поскольку я имею, ну, скажем так, я имею посвящение, благословение многих-многих величайших лам, то я знаю, что мне даётся эта энергия, которую я передаю своему ученику, своему клиенту, человеку, который пришёл ко мне. И, дорогие друзья, я вот не хвастаюсь, но вот что есть, у меня столько примеров, когда после Даршана человек, который был безработным, сейчас миллионер. Реально. Причём реально. Мне дарят там бриллианты, икру и так далее. человек, человек, который не мог зачать ребёнка, там 10-15 лет, нянчит уже, вот у меня таких, знаете, сколько людей. Потому что происходит чудо. Я говорю, что я проводник, я работаю не своей энергией. Ну да, подключаешься. да, я даю возможность работать через меня. Это похоже на рейки. И, кстати, тета-хилинг, практика тета-хилинга, это то же самое. Это практика работы с энергией Творца, как говорят тета-практики. Итак, итог. Итак, итог. Мастер фэн-шуй. Да. Практик тета-хилинг. Писатель. Тем более новая книга сейчас вышла. Новая книга, одна выходит, вторую я пишу, третью собираюсь писать. Да. Исполнительница мантера. Да. Занималась вокалом. Коучинг. Имею два международных сертификата интернационального коучинга. Красивая женщина. Благодарю. Счастливая. Диеты. Умная. Всё соответствует просто. Наташа, спасибо тебе, что ты в свой день рождения приехала в студию. Я тебя поздравляю. Благодарю. Люблю-люблю. Восхищаюсь. И до новых встреч. До новых встреч. И надеюсь, что наши встречи в студии будут проходить чаще, чем раз в 10 лет. И, друзья, обязательно подписывайтесь на канал Натальи Правдиной. Я думаю, что сегодня мы с вами многое-многое узнали. Даже мы, если кто-то и знал, узнали это по-новому. Потому что там, где Наталья Правдина, там всегда дверь открывается в новое пространство, в новую комнату, в новый мир. В мир добра, счастья и богатства. До новых встреч. Вел программу я друг-просто друг. Витя Уханов. Как ты думаешь, сколько я тебе вопрос задам сегодня? 59. 25. Ну и судя по тому, как ты готовился, мне кажется, тут вообще около 100. Ты знаешь, я хочу вот нашей встрече показать, чтобы все реально. это все реально. Что учить я и для семьи? Я уже сонышу. Я это вообще живу, например. Ты вот учебник когда свой придумаешь, ты прям у твоей фотографии или форум. Мне уже сказали энциклопедию фэншу. Сейчас я еще тут книжку напишу и буду писать энциклопедию. Нормально? В новом году мне надо писать энциклопедию. Да. Все. Субтитры создавал DimaTorzok